здравствуйте дорогие подписчики и уважаемые гости канала розовое хобби с вами татьяна сегодня я хочу поговорить с вами нет не о розах в сентябре в наших садах самое яркое цветение у гортензий цветение гортензий метельчатый начинается в июле и продолжается почти до конца октября поэтому оставлять без внимания и и нельзя и важнейшие мероприятия в уходе даже осенью это полив если гортензия замульчирована то в сентябре можно сократить поливы до одного раза в 10 дней но на каждое взрослое растение нужно не менее трех ведер воды если погода стоит дождливая то полива не делаем гортензия ванила фраз в этом году видимо из-за жары запоздала с цветением и в сентябре у нее еще белые цветы в августе я подкармливала свои гортензии фосфорно-калийными удобрениями но в сентябре они цветут и нужно продолжить подкормку я кормлю двойным суперфосфатом и сернокислым калием даю по две столовые ложки и сернокислого калия и двойного суперфосфата на 10 литров воды предварительно настаиваю для того чтобы удобрение хорошо растворилась под одно взрослое растение я даю 5 7 литров этого удобрения не забудьте почва должна быть влажной после дождя или после полива дорогие друзья обратите внимание именно двойной суперфосфат это более концентрированное удобрение и в его составе нет гипса то есть кальция который приводит к болезни гортензий состав простого суперфосфата включен гипс который раскисляет почву а гортензий любит кислую почву вместо сернокислого калия и двойного суперфосфата можно применить комплекс на минеральное удобрение фертика осенняя которая содержит микроэлементы эти подкормки укрепляют побеги гортензий особенно важны они для крупной листовой гортензии у которой цветочные почки закладываются осенью и эти почки остаются в зиму и должны хорошо сформироваться а у гортензий метельчатой цветочные почки формируются на побегах текущего года пока в сентябре стоит еще теплая погода можно пролить раствор марганца с лимонной кислотой я делаю бледно-розовый раствор марганца развожу 2-3 чайные ложки лимонной кислоты в этом растворе и проливаю из лейки каждый куст сверху надо заметить что гортензия достаточно устойчива и к болезням и к вредителям и самым неприятным пожалуй является хлорос листьев если вы заметили хлорос на своих гортензиях то стоит опрыскать их микроэлементами в хилатной форме чаще всего это недостаток железа или магния что обычно является следствием защелачивания почвы то есть лечить следует азотно-кислым калием но если вам сложно определить какого микроэлемента не хватает то я бы посоветовала пользоваться комплексными удобрениями с содержанием микроэлементов вот например такой комплекс содержит 9 микроэлементов дорогие друзья если вы решили посадить новый куст гортензии осенью то сделайте это не позднее чем за 30 а лучше за 40 дней до заморозков в подмосковье например надо это сделать не позднее 20 сентября а южные регионы могут и весь октябрь высаживать молодые саженцы в первую зиму стоит укрыть одним слоем спанбонда номер 60 а для взрослых растений вполне достаточно замульчировать почву торфом или хвойным опадом слоем 10 сантиметров для подготовки крупной листовой гортензии к зиме с середины сентября я удаляю нижние листья у метельчатой гортензии ничего этого делать не нужно она сама сбросит листву в конце октября или даже начале ноября я буду делать санитарную обрезку то есть удалю поломанные слабые больные побеги в это же время я вырежу увядшие соцветия вместе с небольшой частью стебля формирующую обрезку я буду делать весной до набухания почек то есть в конце февраля или начале марта пока не началось сокодвижение иначе гортензия будет плакать обрезка гортензии древовидной самая легкая можно осенью нарезать соцветия оставив побеги с двумя-тремя сильными почками и слабые побеги вырежьте до основания не забудьте присыпать торфом слоем 10 сантиметров я сниму видео о подготовке гортензии к зиме и укрытие гортензии крупнолистовой сегодня я рассказала вам о проверенном собственном опыте ухода за гортензией осенью делитесь своими пожеланиями в комментариях ваше мнение очень важно спасибо что посмотрели видео и поставьте лайк пожалуйста если понравилось я надеюсь у нас все получится процветание вам и пышного цветения вашим цветам подпишитесь на канал пишите ваши комментарии задавайте вопросы я обязательно отвечу